Мы на месте. Мы приветствуем Екатерину и интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Екатерины под ногами, сканирует все 7 тонких тел Екатерины, находит все. У нее в теле какой-то слезняк с хвостом. И где он сейчас? В клетке? Да. Хорошо, ждем окончания. Воронка. Воронка. Все. Хорошо, два канала у нас, да? Да. Слезняк. Снимается всем адские голограммы, сущность представляется глаз на своему эфирному коду ДНК. Выстраивает в нее канал, ко всем остальным ответственным притягивая в клетку тюрьмы, если таковы и есть. От воронки притягивается, выстраивается канал и притягивается ответственный тоже. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Он пошел к воронке. Понятно. Хорошо. Кто ты такой? Откуда ты? Снизу, с воронки. Как ты называешься? Как твоя сущность называется? Кто ты? Ты ничего. Он говорит, червяк сомнений. Червяк сомнений? А ну расскажи мне, как это червяк сомнений? Когда ты зашел? И покажи ситуацию. Зашел, с воронкой зашел. Он показывает, ну как природа, то есть улицы где-то. Хорошо. И почему он не... Она вступила в эту воронку, да? Ну он показывает воронкой вокруг нее. Кружился он. Как избежать твоей подключки, летчик Гастелло? Что ей нужно сделать, чтобы ты не смог в нее войти? Он показывает ситуацию. Хорошо. Он не отвечает, что нужно сделать. Сущность, я тебя сейчас предупреждаю серьезно. Я тебя сейчас открою галактическое ядро, и ты уйдешь вниз. Если ты мне сейчас не ответишь на мои вопросы. Это последнее, первое и последнее предупреждение. Что ей нужно сделать? Он показывает энергию Кокона вокруг себя. Энергию Кокона вокруг себя выставлять. Защита, да? Как Кокон, то есть оно снизу должно обязательно быть. Понятно. Как яйцо, и оно стоит в середине в этом Коконе. Понятно, хорошо. Так, что ты оставил в биополе, Екатерина? Сомнения оставил. И включая Екатерине внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет три Екатерина начинает выдавливать из себя все негативные, патогенные энергии, энергии сомнения, страха, гнева, ужаса. Все негативное и патогенное выходит из ее биополя, формирует шар перед ней. Он показывает ее, что он заставлял ее сомневаться и думать. Сколько ты находился в биополе, скажи мне, по времени? Десять неделю. Десять дней или неделю? Да. Понятно. Хорошо. Он показывает, что он первые три дня вокруг нее крутился. Да. Присматривался. Не только, но он как такой серость запускал к ней потихонечку. Серость сомнений. Стройку такую. Хорошо. Какая конечная цель была твоей миссии в ее биополе? Что ты хотел добиться? Вывести ее на более... Низкий уровень? ...яркие эмоции. Угу. На почте сомнений. Понятно. И сразу же на эти эмоции придет кто? Бес или демон. Правильно? Он говорит, что мне энергии нужны не меньше, чем он. Хорошо. У тебя какая герцовка, считай цифры, вера над головой? За счет воронки у него увеличивается... Герцовка? Да, за счет ее движения. Хорошо. Сколько у него сейчас? Десять у него. Десять. Хорошо. Десять, но это уже уровень демона. Хорошо. Границы демона и беса. А с этой воронкой до каких герц он поднимает эту частоту? 15-16. Между. 15-16. То есть, если у нее 17 или 18 герц, ты никак не сможешь в нее зайти. Правильно я понимаю? Он показывает, что он может расставлять вот эти... Свою серую энергию. Как куски сомнения он называет это. Он может вокруг ее оставлять, если она войдет в ее биополе. Если она будет... Потихоньку добавлять. Хорошо. Но если она себе будет выставлять защиту, то я не думаю, что ты сможешь ее пробить. В зависимости от ее намерения, конечно. Значит, что это такое? Вот такие пятна, они как лужицы или же просто как тонкие струйки. У кого сколько вибраций. И, значит, если первое сомнение пойдет, значит, он зацепился. И он кидает другую струйку. И человек начинает все ставить под сомнение. Например, близких людей. Начинает сомневаться, проверять, подозревать, думать об этом. Целая цепь реакций идет. Понятно. Хорошо, Екатерина, вы слышали сейчас причины, почему он вошел и как он действует. Контролируйте свои мысли. Если вы будете замечать такую информацию, выдавливайте из себя. И она не причинит вам никакого вреда. И, Вера, шар сформировался там, да? Да. Большой? Мяч. Открывается внизу портал в галактической ядро. Этот шар улетает на переработку в чистую первичную энергию. Один, два, три. Закрывай, опечатывай, растворяй. Воронка у нас стоит отдельно там, да? Ну, он подполз к ней, сейчас они вместе, рядом. И разделяю их, каждый стоит в своем секторе. Один, два, три. Воронка отдельно, он отдельно. Готов. Открывай под воронкой портал в галактическое ядро. Воронка улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Слушайте, я тебя первый и последний раз предупреждаю. Мы это биополе Екатерины проверяем. Если я тебя еще раз найду здесь, я тебя отправлю туда, куда я отправил сейчас воронку. Тебе это понятно? Да, понятно. Увидишь Екатерину, обходи ее за километр, даже не приближайся. И своим скажи, не приближаться, будет иметь дело со мной. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте этой сущности. 1, 2, 3. И этот червяк сомнений уходит на свою частоту, закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо, сделай запрос. Сколько Екатерине нужно энергии? Какая частая вибрация, максимально комфортная? 320. И? 27. Это ваши цифры. Екатерина, 320% энергии, 27 Гц. Мы вам показывали, как заправляться энергиями. Поэтому и сейчас еще раз послушайте. И на счет 3 в макушку головы Екатерины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинает поступать в Екатерину. Но головой трясет, но как мысли откидывает и говорит, правда. Навязчивые мысли в последнее время приходили. Вот это от него. Чистота вибрации поднимается до 27 Гц. Отгоняете от себя все замнения. Теперь вы знаете уже причину. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. И, Вера, просканируй ручным. Нет, я даю команду скэнеру сейчас сделать, просканировать правую руку Екатерины, где она, у нее перелом или что-то там с рукой. 1, 2, 3. Пусть покажет нам. Увеличим картинку. Правая рука. Показывает руку. Красным подсвечивается. Все, что нездоровое в правой руке. Руки энергии нужны. Не слышу. Нужны энергии руки, чтобы выздороветь. И на 4 в макушку головы Екатерины начинает поступать поток. 1, 2, 3. Энергия идет в правую руку. Да, будет так, а так и есть. Потоки идут и заканчиваются автоматически. Опиши. Она сперва растворяет. заживляет и потом закрепляет. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Екатерина, как вы себя чувствуете? Хорошо чувствую. Отлично. Сейчас вы побудете здесь со мной, а Вера сходит и поднимет Алину. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает первая в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Алина выходит из биоробота. Если в биороботе находятся чужеродные копии, голограммы, артефакты, все это проявляется и становится рядом с ней. Она вышла пальчиком наверх, показывает. Хорошо, сейчас разберемся, Алина. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий. Абсолюта берем Алину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и поднимаемся вместе с тонкой копией Алины в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Алину. Она идет к маме. Алина готова к проверке? Готова. Отлично. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Алины, под ногами 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Алины, находит все. К Алине подходы были. Арахноиды, она их видит. А это арахноид, значит. Хорошо. Есть каналы? Нет. Подходы были, значит будет энергия. Включая Алине внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 начинает выдавливать Алины из всех 7 тонких тел все чужеродные энергии, эмоции. Вибрации. Все это формируется в шар перед ней. Готова. Отлично. Большой шар? Большой мяч. Отправляю в клетку тюрьму. И от этого шара выстраиваю канал к ответственным, если там есть энергия чужеродная. Ответственный по каналу притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Там нет чужой энергии. Там есть страхи Алины. Они пугают, потому что она их видит. Они делали подходы, но они как боятся в ней поселиться. Они видят, что она под защитой. Мама? Мамина защита? Да. Отлично. Екатерина, хорошо, вы все правильно делаете. Намерения видят они мамину. Видят мамина намерение. Вот так вот работает сила намерения. Это информация для всех. Но они присутствуют там, где Алина. А где это место? Поставим монитор. Другие дети есть там. Детский сад? Да. Понятно, хорошо. Ну, конечно, детский сад мы не можем чистить, потому что там надо разрешение хозяев. Но они присутствуют в этом детском саде. Хорошо. Пусть Екатерина об этом знает. Во всяком случае, они не смогли в нее войти. Благодаря вашей защите. И это отлично. Все, значит, шар у нас отправляется в порткал, открывая портал галактической дроны, летает на переработку в чистую перечнюю энергию, закрывая, печатая, растворяя и считая, сколько энергии и какая частая вибрация максимально комфортна для Алины. 150, 15. И на счет 3 в макушку головы Алины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 150% каждый. 1, 2, 3, потоки пошли, наполняет, усиливает, все необходимые ей цвета начинает поступать, мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до 15 Гц. Пошел подъем. Готов. Отлично, хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Оставь ей 8 фантом. И на счет 3 выставляя Алине. 1, 2, 3. Фантом устанавливается и сжигает их на подходе. Он дает сущностям понять, что она под защитой. Отлично, хорошо. Да, будет так, атаки есть. Не требует подзарядки. Хорошо. Алина, как ты себя чувствуешь? Весело чувствую. Ну и классно, молодец. Все, будем тебя возвращать сейчас назад и маму потом вернем. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Алины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой излинки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте. Хорошо, будем возвращать Екатерину назад в систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой излинки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, хорошо, что я вовремя обратилась и вспомнила, что нужно больше собой заниматься, чем смотреть за поведением других. Абсолютно верно. Готово. И на счет 3 я дополнительно восстанавливаю, вот это в автоматическом режиме. Она благодарит. Готово. И отключайся от Екатерины и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok